Мирница вращается, лето не кончается Не та, которая в ноль лет, а которая, походу, реальная То есть, когда, как бы, физически проявляются симптомы То есть, мне было тяжело Я мог все делать, просто все было очень медленно И я все выходные планировал снимать, а уже с понедельника стримить Но получилось, как получилось Так что, ну, сейчас мне лучше, отошло Причем, как пришло практически без причины, так без причины и ушло Ну, это депрессия, так бывает Я поэтому решил поиграть в Белл с русской озвучкой Орлы, давайте поставьте палец вверх, напишите комменты, что думаете Я хочу пройти на все концовки Так, у меня только концовка Микв когда-то была открыта И, может быть, я вообще постримлю большую часть Белла, чтобы было поинтереснее Но именно цель поиграть с озвучкой Тут только концовка не озвучена, пятый день без озвучки То есть, ты там, где все концовки Но, думаю, это не страшно Пока дойдем до пятого дня, уже там все озвучат И сейчас, смотрите, прикол какой Настроить голоса, да? Настройка голосов работает У стороны неправильное количество детей Казалось бы, что может пойти не так Просто утописто, что можно озвучку каждого персона устраивать Ага, конечно Все сломалось Классный задник А, нет, работает Слушай, это классно, что тебе снился сон, но музыка перебивает То, что у тебя сон снился, поэтому мы ее немножко закрутим Я надеюсь, что все-таки голоса работают В принципе, как вариант Можно просто погромче будет потом игру сделать Наверное, эмбент и звуки Потому что это нередко происходит Слушай, ты все тихо говоришь как-то, не знаю Ты можешь громче говорить, а? Поставьте палец вверх, чтобы Семен громче говорил А, кстати, не помню, я казалось, что я первые разы играл С озвучкой, то озвучка была как-то погромче Ну, то есть, верее, у Семена ее не было Была у всех остальных персов А тут мне нравится, что озвучка Анилибри, анилибри, кстати, топ, ребята Лучше Анидаба, Анидаб скатился давно Вообще, аниме в все озвучки смотрите Я раньше с вами в Анилибри, только мне казалось Это знак качества, потому что там была Ника Ленина, Анкорд А с тех пор, как они ушли, ну, неинтересно Каждую ночь одно и то же О, теперь оптимально Но наутро, как обычно, все забудется Может быть, оно и к лучшему Останутся только туманные воспоминания О приоткрытых, словно приглашающих Куда-то воротах, рядом с которыми В камне застыли два пионера Орлы, я хочу сказать вам правду Про свое отношение к выживалкам А правда в том, что зачем будем как-то относиться Я здесь канал Алекс Гейн На который я, кстати, подписан И на котором я смотрю буквально каждый день Пока сижу на своем любимом белом камне Это моя философская комната Мой личный кабинет, в котором меня никто не тревожит Потому что выживалки требуют максимального погружения Концентрации Я смотрю у него ждалкера От поляков Чернобелит, который вы просите у меня постоянно И я его пока не постримил Но, но вы можете посмотреть Этот чернобелит у Алекса Я, кстати, лайк поставил В этом видео не забывай про свой драгоценный лайк Твой лайк я всегда ценю Также черкни мне свой Действительно, я не забыл лайк Потому что Алекс попросил Мне очень нравится у него динамичная вот эта штука И, блин, меню так поменялось Я помню эту игру совсем другую Я просто в нее играл еще года два назад Когда она только-только вышла на Kickstarter Былая закинул разрабам Все свои деньги с кредитной карты Остался нищим Но игру мне дали Так что вот Орлы Это вот тот Stalker 2, который мы заслужили Я даже оставил коммент Он секретный Я вам его не покажу Чтобы увидеть Ссылка в описании Передавайте ему привет от трех лиц И, возможно, мы с ним скоро закопим В сбежатии с Таркова Потому что игра не на одного Там есть некий сюжет Но игра предусмотрена для Большого круга лиц Поэтому, да, ссылка в описании Заходите к Алексу И привет от лиц передавай Но, знаете, я не знаю, как это стримить Потому что вы же будете в чат писать Мне придется озвучку перебивать А тут сама суть в озвучке Поэтому, ну, посмотрим А еще странная девочка Странная двушка Блин, безоименская озвучка не то Нужно, чтобы, знаете, мой Нужно записать свою озвучку выложить Которая постоянно спрашивает Что она спрашивает? Я уже представляю голос Слави Я слышу его в голове Сейчас посмотрим, тот ли голос Ты пойдешь со мной? Чуть другой голос Я представлял Вот здесь какой-то он слишком Как будто лолька озвучивает То есть я еще против лолик Не имею до технику Но куда? Нахуй, видимо На кукан пойду И зачем? Извинись Визбли Где я вообще нахожусь? Ты в аду, сынок Это врата в ад Просто Их немножко модифицировали Чтобы не спалиться Сатана был умный парень Конечно, случись все На самом деле Но его Стоило бы непременно испугаться Чего того, что девушка приглашает Куда-то с ней пойти А, ну да, наверное Она маньячка И хочет тебя Это Твую кредитную карту Украсть и списать с ней Все деньги Но ждет И сюрприз И мы денег-то не еду Как же иначе На это Всего лишь сон Тот самый Который я вижу Каждую ночь Сон в летнюю дрочь Ой, но Это Все это Неспроста Как моя жизнь Не обязательно знать Где и почему Чтобы понять Что-то происходит Нечто Отчаянно требующее Моего внимания Ведь Все окружающее Меня здесь Реально Реально Настолько Насколько Реальные вещи В моей квартире Мог бы Но для этого Надо сдвинуться С места Сделать шаг Пошевелить рукой А ведь это сон Я понимаю Но что дальше Что изменит Мое понимание Да хрен его знаю Ведь здесь Словно по ту сторону Потрескавшегося Экрана старого телевизора Который Из последних сил Борется с помехами И силится Показать зрителям Все Не упустив Ни малейшей детали Вот оно Но вот картинка Теряет четкость Кстати Насчет картинки Теряющей четкости Я вспомнил Я же Получается В зайчике Не сделал Все выборы Тоже сделал Вообще Планов очень много Но я не буду Их озвучивать Потому что Ну как всегда Вообще Планы зайчик Еще несколько новелл Закончить Которые мы начинали Потому что Большая часть из вас Если не смотрели влог Посмотрите Кратко расскажу Тех кто не смотрел Большая часть из вас Хочет новеллы Не обязательно Причем до келета Просто В целом В целом Настроение на новеллы Любые Лишь бы было интересно Вот если читать Комменты Идея такая На втором месте Наверное Были Если считать Как жанр То инди-хорроры Если частные игры На втором месте Черноблядь была Симулякру просили Это ну даже Третье наверное Где-то место Я не люблю вот эти места Потому что сложно сказать На каком что месте было Я бы сказал Не все делали второе место Черноблядь Симулякра Черноблядь это Польский сталкер Что еще Ну да Вот эти вот Вот эти игры Плюс Сама идея Вот постримить Инди-хорроры Интерактивное кино Отметили Немножко Что типа Да Было бы хорошо Игра понравилась Которую мы играли Вот ночная книга Еще игру По-моему По-моему Еще какую-то игру Просили Такую полу-новеллу Найтбук Называется Или не Найтбук Не могу вспомнить Ну вот Что-то такое вроде просили Там она должна выйти 10 августа Там еще русская озвучка Но не Атанилибрия Ну вот Вот такие планы Чтобы вы понимали Да Вообще Это было в начале видео Надо было озвучить Но я не хотел Чтобы вступление было Как всегда На 5 минут Наверное Скоро просыпаться Вообще Кто-то скажет Снимай отдельный влог Евгена Расскажи об этом Кто-то влоги не смотрит Айджей привет Кто-то не смотрит Тот такой Типа А смотреть не буду Ничего интересного Евгена не скажет А зря Потом не знает Что я буду снимать Может быть Спросить у него что-то У меня сейчас-то Нет выбора в Асах У меня в Асах Вся какие-то монстры Демоны А так Чтобы красивая тянка Тебя там звала В какой-то лагерь Или попить вичку Медовую Джек Дэниелс То хрен Так хрен мне Такого не бывает Хотя мне снился кекс С Лизой Вроде бы Когда-то В какой-то раз Но При этом это Я не знаю Мне снился вот кекс Но это как-то вот так Знаете что Что-то непонятное Без начала и конца Ощущения особо никаких нет Ощущения Уснув только моральные Ребят у вас тоже во сне Вот если вам снился кекс Скажите Вы что-то чувствуете Во время кекса во сне Я к сожалению нет То есть у меня это Чисто какой-то моральный Я сразу понимаю Что это сон Потому что я ничего не чувствую У девочки Понимаете возможно у меня Понимаете как тянки бывают Там ничего не чувствуют Во время кекса То же самое у меня Только во сне Как же ее зовут Да хрен знает Ее зовут Валя Карнавал Например Про звезды Хотя Почему про звезды Потому что дебил Можно же спросить Про ворота Вот Семен реально дебил Можно спросить Есть ли у нее парень И ищет ли она В свободном И она в активном поиске Или у нее все сложно Ты спроси ее Да про ворота Вот она у девица Или лучше Про букву Е Господи Я не понимаю Какой атаку это писать Что атаку Это одинокие Парни А геншин импакт Вспомнил Геншин импакт Очень много тоже просили Достаточно А вы думали Что я его застримил С Ариной Вот поэтому и застримили Мы еще будем Стримить Спрашивал Каз Еще будут стримили Это последний раз Ну может быть У нее были сомнения Она подумала Что мне не понравилось Я немножко Заебался под конец Ну как и все Как и все мы Но по итогу Мне понравилось Я хочу еще качаться Ну чтобы потом Сюжетку залпом проходить Все острова Все вот эти допы Которые там выходили Чтобы потом Когда выйдет новый доп Какой-нибудь сюжетный Чтобы я сразу Вот летел играть Хорошая была буква Что была Она есть у меня на клавиатуре Вот у меня тут буква Йо голубая Как будто ее больше нет Да действительно И какое отношение буквы Ворота и звезды Имеют к этому месту Ну они есть на Мониторе у меня Допустя Я вижу букву Йо А ты про саму Спроси из зайчика Это отсылка Ведь если мне Каждую ночь Снится этот сон Который потом Все равно забудется Надо искать разгадку Здесь и сейчас Из минусов Наверное То что я Возможно читаю Быстрее И возможно Кто-то из вас Скажет Что вы Прочитали Вступление Быстрее Но что поделать А вот Если присмотреться Можно увидеть Магелланово облако Словно попал В южное полушарие Я не разбираюсь Просто в облаках Во сне Всегда больше Волнуют мелочи Неестественный Цвет травы Невозможная Кривизна прямых Или свое Перекошенное Отражение А реальная опасность Готовая оборвать Все здесь и сейчас Кажется пустяком Вот на удивление Нет Я во семь Я боюсь Часто каких-то Реальных вещей Ну потому что Реально сны у меня Ну у меня Кошмары сняться Естественно Ведь здесь Нельзя умереть Я все время Боюсь умереть Во сне Мне кажется Что а вдруг А вдруг Это на самом деле Все что смесится Это реально Я точно знаю Я делал это Сотни раз Но если Нельзя умереть Нет смысла жить Жизненно Ауф Кстати Вот я звук Немножко поменял Как вам Опять поменял Звук Вроде как Стало чище Потому что Предыдущая версия Звука была идеальна Но там была какая-то Вибрация неприятная Периодически Из Плюсов Наверное Раньше Чтобы звук Был идеальный Мне нужно было Вот так Микрофон Говорить А сейчас Я вроде настроил так Что наоборот Если чуть-чуть Отстраниться От микрофона Звук лучше Надо будет спросить У девочки Она местная Должна знать Да именно Спросить Например Про сову Вот я же говорю С совами Эта сова уже смущает У нее глаза Еще мерцают Да У нее глаза мерцают А как будто электронные Впрочем Не важно Она как вот этот Японский котик Который лапой делает Только сова Савант Ты пойдешь со мной? Я только хотел сказать Что так И каждый раз Надо отвечать А мне интересно Кстати Вот этот ответ На что-то влияет Иначе сон не закончится А я не проснусь Мне кажется Что если я скажу Что я не хочу С ней идти У меня выпадет Концовка одиночки Там еще у тебя Пакет на голове В достижениях В стиме Да Я пойду с тобой Вот напишите На что влияет Просто я могу гайд Почитать Но я буду играть Первый раз без гайда Потом Когда уже будем На концовке Выходить Естественно На перемотке С гайдом Так Да Я пойду Потому что я хочу с девкой А с Леной хочу Концовку Мне кажется Логичнее Пойтись Хотя наверное На концовку Кошка девки влияет Короче я пойду с ней Каждый раз Так сложно решить Что же ответить Блин Если тебе снится Один и тот же сон Много раз Ты можешь отвечать Разные варианты И смотреть что будет У меня так было Что один и тот же сон Снился несколько раз И я Допустим Как вам сказать Я бы допустим Выбирал разные варианты Смотрел что будет И я так делал во сне Просто После этих БЛов Чё только не носиться Где я Что здесь делаю Кто она такая Она кто Она так И почему от ответа На этот вопрос Зависит так много В моей жизни Интересно Вы знаете Круто было бы Чтобы как тут Варкая была Концовка Типа ты отвечаешь Нет не пойду Потом еще какой-нибудь выбор И у тебя игра Кончается на том Что просто ты не поедешь К вот эту Навстречу выпускников Автобус не сядешь Ты не попадаешь В БЛ И там не знаю Тебя съедает Бумж Заживо Ну по моему Офигенный был бы сюжет Плюс чат Кто хочет такой Или кто Плюс чат Кто написал Или не зависит От пола Не зависит Просто сон Просто сон И он сейчас пробудится Такой Пробудится Сейчас будет пробуждение Официально коверкаю Словакита Туш Просто он на моих вещах Лежит Я Вот пытаюсь его Снова приучить К тому чтобы он на кресле лежал Он что-то кресло Разлюбил свое Деверее Мое бывшее Которое сломано Потому что если на него сесть Он короче развалится Подо мной И я сдохну Я спину себя сломать могу Поэтому кресло для киски Потому что киска легкий Ну относительно Относительно кота Он не очень легкий Но относительно человека Да Он весит килограмм 10 Короче он тяжелый Большой Котбих Килограмм 10 Ой тут вот это Смотрел на меня Словно живой Из смешариков И вот это 2 чан 2 ч Еще был 4 чан А это вот 2 чан Мне интересно Нет он по моему До сих пор существует Тут у записи 2009 года Потому что тогда Игру делали А еще лентяя Лентяя его уже тогда было Интересно Я там не сидел Я даже не знал Что такое 2 чан И на этом не правда Казалось Что он обладает сознанием Своими мыслями И желаниями Стремлениями Умеет чувствовать Любить И страдать Вообще голос Классно Я не помню Это Люпин Из Анилибри Озвучивает Или нет Наверное Люпин Потому что Люпин Он же любит Быть главным Я помню Что конфликты были С разработчиками Бэл Уууууу Я все это смотрел Это было года 3 назад То есть Когда только-только Узнал Что такое Бэл Примерно тогда Даже чуть раньше Это все началось Я помню Было озвучено Только первый-второй день И озвучку Заморозили Им типа запретили Озвучивать Почему-то Хотя другим Мододелам хотели попросить, чтобы озвучку добавили. Команда, которая Бел делает, обвинила их в том, что они что-то нажиться хотят. Может быть нет, может я все это выдумываю. Я помню, какой-то конфликт был, но не помню на чем он был основан. Словно в наших отношениях инструмент не он, неодушевленный кусок пластика и текстолита, а я. Ну... Я что-то запутался. О чем Семен сейчас говорил? Наверное, в этом есть доля правды. Ведь компьютер на 90% обеспечивает мое общение с внешним миром. Ну, знаете, вот сейчас слушают и да, правда. Анонимные имиджборды, иногда какие-то чаты, редко Аська или Джаббер, еще реже форумы. Джаббер это на кнопочных телефонах мессенджер такой был. Ну как у вас ватсап, сейчас телеграм, Джаббер был. Я не застал. Ну или как, застал, но уже, уже все это уходило. Аську я застал, я там сидел. Я, да, я реально, я пенсион... В тот момент, когда ты пенсионер, но Аська это было говно. Кто-то вспомнит, что, ой, классные времена были в Аське. Там можно было рандомных людей поискать, кстати. Потому что ватсапе ты, допустим, рандомных людей ты не найдешь. То есть там нужно конкретно по номеру телефона. А в Аське можно было ник вводить. То есть раньше номер телефона не использовался. И ты просто ник придумал, ты мог просто вводить какие-то рандомные ники и находить каких-то рандомных людей. То есть там, допустим, нравится перс из-за него? Ты мог набрать там, не знаю, какого-нибудь... Не знаю, там, перса там Наруто. И ты находил его чуваков с ником Наруто. Я, правда, так не пробовал, но под закат Аськи, помню, я так случайно сделал, что-то набрал в поиске и находил каких-то рандомных людей. И может... Я в Аське до сих пор люди сидят, кстати. Кто не знает, Аська до сих пор существует и работает. Так что если меня смотрят совсем молодые, кто помнит Аську, взлогились, попробуйте... Сидящих по ту сторону сетевого кабеля попросту не существует. Знаете, иногда в детстве я тоже так думал, что, может быть, мир это матрица и, как бы, тех людей, которые вот я вижу в интернете, может быть, это просто моя фантазия. У вас не бывает таких мыслей, что все, что вы видите, ну, опять же, когда вы видели раньше только текст, вы даже человека не видели, потому что очень редко кто-то ставил свои фотки. Это сейчас модно в ВК там свою фотку поставить. Часто люди, ну, чаще, все чаще на Ютубе модно свои фотки ставить или арты с собой. А раньше было модно анонимность, что, типа, никто не видит твоего лица. То есть была мода на то, что ты анонимус. А сейчас мода, вроде, наоборот, на открытость, на то, что ты показываешь, что вот мое лицо, вот моя жизнь. Раньше, наоборот, показывать свою жизнь было кринжем. И лицо показывать тоже считалось кринжевым. Все они всего лишь плод его больной фантазии. Ошибка в программном коде или баг ядра, зажившего собственной жизнью. Я просто ностальгировать начинаю, когда, ребят, играю в новеллы. Потому что новеллы, они как-то пробуждают во мне. А почему много говорю во время новеллы? Потому что экшона мало, а очень много мыслей. Очень много всяких мыслей новелла навевает. А когда ты говоришь в обычную игру, мыслей особо нет, потому что ситуация немного не леет. Если посмотреть со стороны на мое существование, то такие мысли покажутся не столь уж бредовыми. А какой-нибудь психолог наверняка поставит мне кучу заумных диагнозов и, возможно, выпишет направление в желтый дом. Ммм, желтый дом. Раньше так называли, сейчас это называют дюрка. А раньше желтый дом называли. Вот мне как-то олд. У меня родители так называли, поэтому я знаю. Так-то я... Я... Я никогда не понимал, почему он желтый, потому что дурка, она не желтая набегает. Маленькая квартирка без следов какого бы то ни было ремонта или даже подобия порядка. И вечно одинаковый вид из окна на серый день и ночь куда-то бегущий мегаполис. Вот условия моей жизни. Ой, извините. Насчет без ремонта, если бы я жил один, наверное, жил бы в такой квартире, потому что зачем тебе нужна хорошая дорогая квартира, если ты, блин, живешь один? Ну для кого? Конечно, все начиналось не так. Я родился, пошел в школу, закончил ее. Все как у людей. Поступил в институт, где кое-как промучился полтора курса. Я не понимаю, вот зачем это... Я понимаю, почему родители гонят в институт, потому что они учились, и им кажется, что это единственный способ, скажем так, стать человеком, но я считаю, что институты, вот это все, это просто рата времени и лучше сразу на профессию учиться. То есть сразу вот, ну если ты четко понимаешь, что ты хочешь делать, лучше сразу идти этим заниматься, чем сидеть там, клупаться в каком-то институте. Работал на паре-тройке разных работ. Тоже полезно. Иногда даже и неплохо. Иногда даже получая за это достойные деньги. На которые ты, видимо, и купил себе компьютер. Однако все это казалось чужим, словно списанным с биографии другого человека. Я, кстати, про это думал, в чем смысл заработать на какой-то высокооплачиваемой работе, на которой ты можешь заработать много. Если ты это будешь делать всю жизнь, и это, допустим, твоя нелюбимая работа, то есть просто тебе мерзко будет. Ну лично мне было бы мерзко, что окей, да, ты зарабатываешь много, но при этом ты делаешь то, что тебе не нравится, а работа это большая часть дня, большая часть твоей жизни. И то есть представьте, всю жизнь, то есть по сути получается, что ты зарабатываешь деньги, а потом тратишь их на то, чтобы на что? На отпуск раз в год? На то, чтобы, скажем так, получить какое-то удовольствие после работы, потому что работа тебя заебала. Я считаю, что лучше работать, возможно, за не очень большие деньги, но получать большое удовольствие, потому что по итогу ты эти деньги пустишь на дело, а не будешь их тратить на компенсацию своей неудовлетворенности, скажем так. Я так вижу. Вот это все. Я не ощущал полноту жизни. Она словно зациклилась и продолжала идти по кругу. Блин, вот у меня это есть последний где-то год-полтора, что я не ощущаю жизнь. То есть у меня такое ощущение, что просто вот, я не знаю, каждый день это день, ну не день сурка, но такое, очень похожее событие. И что я все делаю с какой-то практической целью, вместо того, чтобы как раньше развлекаться, вот мне очень хочется это изменить. Допустим, сегодня просто включил рандомный фильм какой-то красный солдат или типа того партизана, который там немцев раз убивал, снайпера. Не знаю зачем, просто мне Лиза про этот фильм сказал, что типа вроде фильм какой-то неплохой, я такой типа врубил, посмотреть на кинопоиске все русские фильмы. Почти сразу после выхода там появляются. Как из кино они пропадают, сразу на кинопоиске. Я врубил просто посмотреть фильм, ну неплохой, даже досмотрю его. Я просто решил, что ну раз вечером не получается, хоть с утра посмотрю, просто чтобы какие-то эмоции как зарядиться, что-то посмотреть интересно. Как в фильме День сурка. Только у меня не было выбора, как именно провести этот день. И каждой схеме пустоты не очевидно. Кстати, День сурка никогда не смотрел. Надо будет посмотреть. Последние несколько лет я просто целыми днями сидел за компьютером. Есть два иконических фильма, которые я пропустил. День сурка и Титаник. Вот это иконы, которые я думаю, что всем нужно их посмотреть, потому что от этих фильмов пошло очень много всего. То есть Титаник это фильм-легенда. И День сурка это фильм, который постоянно на него идут отсылки, постоянно он где-то фигурирует. И это такой фильм, который как бы ну знают все. Мне кажется, вот есть знаете какие-то книги, которые все должны прочесть. Хотя тут спорно. Есть фильмы, которые все должны посмотреть. Мне кажется, это День сурка и Титани. Просто для того, чтобы иметь представление. Еще, наверное, фильмы, которые все должны посмотреть, я бы записал туда господин Никто. Просто потому что это мой любимый фильм. И Ла-Ла Лэн. Не из-за того, что он талант а из-за некой там из морали истории к и мысли которые в истории заженными кажется каждый по-своему историю там увидят но по-своему просто мне он нравится вот там за про взаимоотношения очень интересно я с этой точки зрения даже пересмотреть хочу на грустный садскую концов а мне не веселый последние скелета просто он меняем сидит с компьютером а логичная наверное для многих будет и она реалистична но вот прям не весел иногда подворачивались какие-то халтурки иногда помогали родители да и господин никто тоже грустный фильм тоже сразу говорю у кого депрессии не смотрите ни то ни другое потому что может вам может стать прям очень плохо и обсуждать фильм цити для тех кто либо ровно в ровном настроении либо в позитивном тогда вы сможете их нормально восприятие то вам станет скорее всего груза в общем на жизнь хватало и вы задумаетесь но хватало захватает нормально это и не мудрено ведь потребности у меня небольшие я у меня потратил тупо как у мыши я тупо мыши на улицу я практически не выхожу а все мое общение с людьми сводится к интернет переписки с анонимами у которых нет ни реального имени ни пола ни возраста естественно интернет нам дал такую возможность что мы можем анонимные переписы раньше это были письма но сейчас мы можем в реальном времени если подумать мы можем в реальном времени общаться с людьми так сказать можем в реальном времени общаться с людьми которых мы не видели не знаем даже не знаем настоящее является ли человек тем кем он себя выдает то есть человек может говорить что он не знаю женщина мужчина и мы не знаем прав то есть фотки могут быть фейк и все может быть фейк но при этом кто-то скажет что это плохо но мне кажется в этом есть некая романтика что ты общаешься с личностью то есть ты общаешься вот ну не с то есть ты смотришь не на внешность чек не а то какой он а ты смотришь вот на личность кто он такой вот кто он по масте короче говоря достаточно типичная жизнь достаточно типичного социального человека своего времени и такий обломов 21 века может быть маститый писатель напишет обо мне роман который станет классикой современной литературы семён ты в игре куда дальше или напишу я сам впрочем нет что себя обманывать уже не раз пытался но меня не хватало даже на короткий рассказ меня с этим нет проблем я хорошо изучал я и множество других вещей рисовать не дано от природы программирование надоело но могу понять программирование скучно рисовать разные языки долго и скучно любил я разве что читать но даже при этом никогда бы не назвал себя эрудированным человеком и кажется многие себя в этом увидят подумают что блин я такой же скучный никчемный как семена уж возможно я была сам в просмотре аниме и гроссмейстером неумелых шуточек в интернете вот это для всех вот поэтому белл многие любят потому что многие видят в нем себя я себя немножко не вижу для меня семена немножко немножко долг просто есть вот просто мне он не нравится тем что он не пытается что-либо так сказать сделать что чел просто такой что типа ну я это не умею то не хочу это не получается а то пошло ну все то есть вот я как-то так плати мне за это деньги я бы обрадовался да и заработал неплохо но вряд ли так просто можно заполнить пустоту в душе но наверное так мы еще не сегодня очередной типичный день моей типичной жизни типичного неудачника атакует называется атаку семён учим отчасти именно сегодня мне нужно ехать на встречу институтских товарищей я не понимаю ну вот у тебя есть друзья вот если тут такие товарищи в чем по я не понимают качаку школу в институт почему не общаетесь потом то есть я понимаю что если вы в разных городах и так далее это одно дело но блин если вы в одном городе и там вот ты можешь съездить на такую встречу но пообщайся с людьми на наладь контакт ну что это не трудно по правде говоря совершенно не хотелось да и какой смысл если вместе с ними я отучился всего ничего а муж однако меня все же уговорил друг бывший одногруппник один из немногих с кем я поддерживал контакт не только в интернете вот видишь тебя есть друзья семён так же не пизди о сейчас мы сейчас было отправимся в мир я помню это вступление не мог не мог воспринять то есть у меня казалось безумно длинным к еще в новеллы не играл мне казалось что господи а чё так долго чё так нудно чё так не знаю короче я у меня первое знакомство было не очень мне было советовали очень давно я не смог оси чё 2013 точно пытался поиграть но я игру вообще не воспринял то есть я запустил помню по скрипал экрана и просто такой было отчет читать надо и озвучки не да ну нафиг надо а потом я как-то проникся после доки вечер мороз разный на остановка и ожидание автобуса я никогда не любил зима а зима не любила тебя с впрочем и жаркое лето тоже не моя стихия лето тебя тоже не любит тебя вообще никто не любит если бал подисть просто не вижу смысла выделять какое-то одно время года не столь важно какая погода на улице если ты целыми днями сидишь дома я не сказала потому что зависит могу на улице погода у тебя дома меняется то сейчас что-то стало прохладное мне стало прохладное знаю кто сейчас скажет евгеновая плюс 35 а у меня хз у меня думаю 23 ветер такой подул холодно реально вот август начался и как будто как вам сказать лето куда резко кончилось у меня вот серьезно такое ощущение что лето как будто прошло где-то мимо с адской жарой я вроде ждал когда она станет полегче вот эта шара по итогу я такой типа чё уже осень просто погода ощущается какой-то осенью уже хотя как бы чувствуется что вот осень уже где-то вот рядом хотя с другой стороны если подумать то так и есть потому что автобус сегодня задерживался так сильно что я уже был готов плюнуть на все и потратить последние пару сотен на такси совсем не ехать мне почему-то в голову не пришло где не ну а почему на тебя позвали ну как ну блин ну съездить потусить с людьми не явно с этим понимали где которые все время сидят дома неужели у вас не бывает желание увидеться с людьми неужели вы не чувствуете что блин что тут я сижу дома и как-то мне тухло хочу вот с живого человеческого контакта вас неужели так не бывает то есть может быть я мне кажется я не интроверт то есть мне его серьезно у меня часто проблема такая мне кажется эта проблема даже для меня как для ютубер потому что меня смотрят многие люди которые прям очень очень интроверты которые ни с кем не общаются сидят дома а я такой человек который я бы и общался я скорее где-то посередине то есть я не экстраверт я не такой что вот я могу общаться целыми днями ходить там тусить и я устаю от этого морально устаю не физически морально устаю но при этом я как бы я этого не делаю но при этом я бы хотел то есть если меня приглашают я пойду с радостью для меня это не напряг как будто ура наконец-то так 22 слушать что-то погода прям наладилась не выше 25 26 лет на следующей неделе это максимум правда нас к следующей неделе может все поменяться посмотрим а в других городах нашей необъятной россии с из самара плюс 37 и дальше плюс 30 блин хорошем месте живу ребят хорошем месте живу реально я живу в раю в мозгу как всегда роились миллионы мыслей из которых совершенно невозможно выудить хотя бы одну стоящую такую которую можно закончить привести в порядок облечь форму идеи и притворить в жизнь у крым 31 незамена крым почему то есть тоже положение лондон 15 у меня погода почти как в лондоне чуть-чуть теплее ребят чуть-чуть теплее короче смоленск новый лондон чтобы понимали может быть заняться бизнесом ой да это все те говорят займись бизнес если ты не хочешь и не любишь эту тебя ничего не получится потому что кстати многие это не учитывают что просто я и чай мне предлагали раньше сейчас начнут и бизнесом ким ты завершишься спрашиваю каким ради чего зачем но говорит у всех заниматься ты займись ну то есть просто это реально дебильно такое предлагать что типа завис чем-то зачем заняться почему ради чего ну все заниматься тоже занимаюсь просто вот просто для меня это вот так зачем почему но откуда я возьму деньги откуда кредит возьмешь банки чувак главное знать что ты хочешь делать когда под деньги найдутся возьмешь кредит какой-то уже третий четвертый кредит будет да неважно или пойти опять работать в офис он тоже можно и дивра с телеком я недавно смотрел на все работы хороши там не так уж и можешь может стоит попробовать фриланс вот да чё ты умеешь вообще да что я умею и кому я не действительно про есть проблема к у тебя нет интересов ты ничего не умеешь да это проблема абсолютно согласен братан я согласен брюшка вдруг мне вспомнилось детство или скорее юношество 15-17 лет почему именно это чувствуем не знаю наверное потому что тогда все было проще трава зеленее мороженое по 5 рублей было проще принимать такие сложные сейчас и такие простые тогда решения я бы не сказал потому что в детстве у тебя меньше места для разворота у тебя есть родаки у тебя есть там я не знаю школы то есть а куча обязанностей на самом деле как ты взрослый ты сам выбираешь свои обязанности то есть да у тебя они есть но все равно выбор твой то есть как бы хочешь семью не хочешь тебя не ставят перед фактом что вот тебе семья вот те жена там типа выбирай ты можешь это выбрать ты можешь жить один вот ты можешь делать все что хочешь можешь не знаю там жить может жить как нищий можешь там не знаю работать на пяти работах и тратить все это на себя то есть ну блин у тебя есть выбор понимаешь как ты в школе у тебя ты немножко зажат диски потому что тут родители на тебя давят что тебе что-то надо тут школа на тебя давят там еще что-то на тебя давят то есть вы понимаете Проснувшись с утра, я четко знал, как пройдет мой день А выходных ждал с нетерпением Смогу отдохнуть, заняться любимыми делами Компьютер, футбол, встречи с друзьями Ну ладно, окей, вот этот момент, да, есть Мне в школе это нравилось, что у тебя как бы все четко Что ты просто, ну, поучился, домашку сделал И все, выходные, ты свободен И ты это знал, ты ждал этих выходных Или после школы вечером То есть, если домашки нет, ты знаешь, что я приду Я буду там играть в игры, и все И я, собственно, это и делаю А потом, когда наступит новая неделя Вновь примусь за учебу Да, конечно, примусь Ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов Зачем? Кому это надо? Что изменится, если я это сделаю? Или что не изменится? У меня возникальный Простой поток жизни Такой привычный для любого нормального человека И такой чуждый для меня теперешнего У меня возникальный, я знаю Тогда же я и встретил свою первую любовь Компьютер, да? Или подушку? Стерлись из памяти, ее внешность, характер А, понятно, выкинул Как строчка из профиля в социальной сети Осталось лишь имя Да те чувства, которые захлестывали меня, когда я был с ней Давай, признайся, что это была подушка Это была докимакухра Нежность, желание забозиться, защитить Это была докимакухра Просто признайся, братан Не надо, не скрывай это от нас Мы все равно это узнаем Зай, что это продолжалось так недолго Сейчас я уже с трудом могу себе представить что-то подобное У тебя есть труба Наверное, и хочется познакомиться с девушкой Только не знаю, как начать диалог О чем вообще с ней говорить? Чем ее заинтересовать? Ну, я не знаю Нужно развиваться Это сейчас звучит очень банально Но нужно развиваться как личность Если вы хотите заинтересовать Тян Часто, мне кажется, для парней это и есть проблема Что в первую очередь Ты думаешь, как ее заинтересовать Во-первых, не нужно заинтересовать Просто найди человека С которым у вас общие интересы Я не понимаю людей Которые пытаются наладить контакт с другими людьми С которыми их общих интересов нет Или если вы явно видите Что телка вот не заинтересована вообще ни с вами Да не важно, телка ты или мужик Просто вот я не понимаю людей Которые видят, что ну блин Человек не заинтересован вообще ни с тобой Ну что ты к нему лезешь Или у вас нет общих интересов Но ты упорно пытаешься общаться Нахрена? Ну найди кого-то другого На планете сколько? 8 миллиардов людей Ладно, окей, это обстоятельство В России сколько живет? 140 тысяч человек Ой, 140 миллионов Или сколько там уже? Больше, меньше стало Как бы вот Есть из кого выбрать Есть с кем поболтать Окей, даже если мы откик Я короче не знаю Ну куча, сотни тысяч, миллионы людей Если мы не будем считать все население А только те, с кем твоего возраста примерно И что? Ну вот полно людей Господи, я не понимаю Как можно не найти человека С которым тебе будет Вначале да, я понимаю Что так кажется Так кажется, что Вот никогда я не найду Человек похожего на себя И все такое Находятся люди И не один много Поэтому вот Да и подходящих девушек Я давно не встречал Ну потому что Ты, блин, не ищешь нигде Ты сидишь на форуме с дрочками Хотя где мне их встретить? Да, ты сидишь на форчане Там сидят Только эти дрочеры На На эту девку Из лентяева дрочат Все понятно Звук работающего двигателя Вернул меня к реальности Лучше бы ты сдох Подъехал автобус Какой-то он не такой Мелькнула мысль Ну староват Видимо денег уже нету Правительство Москвы Выпустили на линию Олд А может быть это акция Какая-то историческая То есть Выпустили старый автобус Чтобы люди поняли Что раньше было хуже Впрочем Какая разница Поэтому маршрут уходит Только 410 Олд Автобус Олд О, сейчас будет Аниме интро Почему у него фара горит огнем Я вот не понимаю Это отсылка на Вперед в прошлое Или что? Аккулы пролетают мимо Их холодный свет Словно зажигает Внутри давно погасшие чувства Или не зажигает А просто пробуждает Ведь они уже давно Живут во мне То затихает То просыпаясь вновь Какая-то очень известная мелодия Играла в радиоприемнике У водителя Но я ее не слушал Я смотрел в запотевшее окно Автобуса На проезжающей мимо машины Ведь люди куда-то спешат Ведь им что-то нужно И погруженные в свои дела Они не задумываются О вопросах мучающих меня Наверное у них тоже есть Свои серьезные проблемы А может им живется куда легче Знать наверняка нельзя Так как все люди разные Или не разные Или разные Бывают поступки человека Легко предсказуемы Но пытаясь заглянуть к нему в душу Видишь лишь непроглядную тьму Автобус приближался к центру И мои мысли прервал яркий свет Огней большого города Сотни рекламных вывесок Тысячи машин Миллионы людей Я смотрел на это светопредставление И мне почему-то безумно захотелось спать Потому что автобус волшебный Хочет отправить тебя из мира Глаза закрылись всего на полсекунды И тут жопа без нахуй Ладно Извините за мое обилие матершины Я осуждаю себя в данный момент Ассу Ассу О, БЛ интро Ой, там славянка Моя любимая персонажка Ты, 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 ты Ты, 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 ты И девка сейчас начнёт появляться в автобусе Почему никто не появляется? Это прикол какой? О, во Так, девка номер один Нам уже спалили все арты По сути смысл уже играть Нам все показали Ну а есть немножко другие Тут старая рисовка, но такой гибрид Твою мать, уберите это Забанят видео, что девка в трусах Скачет Ей явно нету А у нее есть 18 просто мелкая Карликовая девка Так, японская девка Блин, твои трусы я сто раз видел Это самая популярная тема Ой, кошка-девка, которую сейчас не покажут И кстати, как будто Эта штука, сердечко Истинная любовь, это кошка-девка Ну для многих, я думаю, так и есть Ну что, Орл, давайте мы здесь закончим Мне кажется, я вот хотел довести видео до логичной концовки Поэтому оно дольше получаса Но зато мы добились до первого дня И у нас будет логическое начало Далее, если вам понравится Глаза ударил яркий дневной цвет То тогда мы, наверное, продолжим Ну не, наверное, а мы продолжим Я затягивать не буду И, возможно, даже постримим То есть я, если вот вам Я выпишу серию сегодня Допустим, я сразу вижу, что она вам понравится Это завтра стрим устрою Если нет, то, наверное, по другой игре Там выберу что-нибудь Так что Олики в бей Мы увидимся в следующей серии Фингальной И... Ну всем пока, что ли Давайте там это Не ешьте, не ешьте желтый снег Всем пока А то так же в Савенок попадете